здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков наш любимый игры мир танков атлеста games и сегодня фу-фу-фу опять арта госвей скажете индомита опять арта да да в ангаре стоит обзор надо снять и прежде чем мы продолжим обзор конечно же прожми лайк под видео и подпишись на канал если ты до сих пор это не сделал ну а мы с вами начинаем и начнем этот обзор как всегда с бронирования да на арту даже будем смотреть броню тем более что действительно тут есть на что посмотреть погнали и так коллижен модель нашей арты ну и давайте разбираться у нас есть явный корпус рубка нлд а нифига себе как сюда фугасами пробивать уже никак все фугасами сюда нельзя в лд нифига себе 200 уже и сюда фугасом нельзя да и некоторые танки такие как не знаю там из 5 и 6 красер а сюда даже обычными снарядами не пробьет не то что фугасами в лд 370 все корпус шикарный что касаемо рубки подствольник 124 вокруг ствола сплошной картон здесь 6284 кстати тоже фуги может отбить не пробьете но вот эти листы боковые конечно ай-яй-яй 50 боковое бронирование 50 здесь 50 вот в нижнюю часть с катками и здесь у нас еще противо кумулятивные экраны тоже лучше не стрелять фугасами сюда пожалуйста сюда пожалуйста вот такое вот бронирование с броней разобрались давайте глядеть на орудие пушка у нас 10 левела 1000 альфа на фугасах с оглушением 1350 на фугасах без оглушения и 74 кстати бронепробитие вот 720 альфа на бронебойных снарядах заряжается пушка очень долго 46 секунд дпм 1300 ай-яй-яй-яй-яй время сведения 6 и 1 зато время дезориентации она же оглушение целых 19,2 секунды по полевой модернизации второй блок у нас доработка ходовой 4 комплекс охотник м 5 настройка гидравлики 7 настройка механизму заряжания 8 облегчение конструкции 2 слот но у нас тут ничего полезного нету ну давайте можно взять на на разведку не знаю правда зачем по оборудованию а у нас закрытая рубка соответственно можем себе позволить поставить досол а приводы но это стандарт и конечно же вентилятор либо у mp если кому-то нравится играть на арте с улучшенными механизмами поворота тоже кстати зайдут по снарядам скорость полет снаряд на фугах 360 385 обычный и 300 так и 432 бронебойный летит ну такое даже оценить нельзя ремка аптечка маленький огнетушитель либо играете на допайке арта становится заметнее лучше как я вот 6 членов экипажа перки вы наблюдаете перед собой в табличке по плюсам минусам арты что касаемо орудия сначала нас интересует конечно же углы вертикальной наводки они у нас 45 стандарт были бы 65 как на америке было бы просто very best смогли бы закидывать за какие-то сложные препятствия но увы здесь нету зато у нас есть углы горизонтальной наводки да это не француз у которого башни крутится но это вторая арта по скажем так удобности игры вы можете чуть-чуть право влево стволом шевелить не двигая корпус и как раз в этот момент у вас не будет разбрасываться круг сведения и это хорошо вот в остальном же у нас достаточно хорошее пробитие и очень сочная альфа это касаемо орудия пхп но тут все понятно 530 но мы помним бронирование что мы можем иногда даже очень нехило зажить на ней против каких-нибудь там восьмерок которые нас будут пытаться пробивать фугасами но у них очень часто возможно даже это не будет получаться по мобильности у нас 34 вперед там почти 15 лошадей на тонну медленная вещь менять фланги перекатываться на ней очень сложно вот но обзор не интересует даже есть какая-то незаметность ребята сочная альфа хорошее пробитие отправляемся бой давайте смотреть на что собственно конь способен погнали так господа обзор боем у нас арта 10 левел а я я я я я я конь великобритания хорошая альфа, хорошее пробитие единственное 45 градусов вертикальная наводка был бы 65, было бы получше, попали против десяток играем на фугасах с оглушением опасно едем ЛТ-вод может высветить здесь прям опасно надо переехать, постараться надо переехать так бачату надо отправить плюху чтоб он тут не наглел сводимся гаденыша попадем так чуть-чуть поцарапали ток а кстати за дома не закидываем ну-ка проверим нет туда мы никак а закидываем закидываем сводимся тут тяжелых танков дофига сводимся оп хорошо хорошо ассист пошел а это нам прислали да это нам прислали артовод блайндочек кинул да коня будем сейчас бить сводимся ассист все друг мы тебя фокусить будем тут да никуда ты не денешься уже ох ох ребята полтора х ассиста 600 мы стреляли на ткань а добивать коника надо добивать да да прячься 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 оп еще триста пятьдесят семь две пятьсот суммы есть ну карта вот добавь ему нет наша по вот не хочет ему добавлять значит будем мы его доковыривать слушайте ну восемь три победа у нас две пятьсот ребята сумма вот зачем нужны снаряды с оглушением я надеюсь теперь все поняли так вот сейчас мы нашему коню ассист о не коню артоводу сделать оп добивайте ребят полторах полторах 3к есть отлично шикарно вот этого бы еще сбрить бы напоследок с пробитием был вообще знатно так тебя видит от хорошо значит не должен отсветить ну так ассист стреляем гриля нет никто есть они нет чё-то у нас ассиста странно это странно все грильный игрался артовод спрятался нет уже не спрятался есть вариант что он здесь арта стоит нет варианта нету все ебар остался но с ебаром все плохо а вон он где а мы суда не закидываем да плохо выстрелил плохо мы выстрелили нападаем на колесо и да ребят не выйдет да у нас на него напасть 430 его у работы да все ну ладно 3к сделали суммы сколько у нас до 3 есть вот она жизнь артовода на обзоре боя сидишь себе постреливаешь вот правда иногда блайн до другой арты прилетает умные артоводы смотрит на поваленные деревья и жахуй по этой арте очень приятная альфа и хорошее пробитие хорошее всегда так если даже ну когда не пробиваете суммарная альфа по танку где-то выходит по 400 и это очень приятно очень так до 1580 1537 обычная арта со своими нюансами плюсовыми такими как я уже скажу еще раз повторюсь точнее это пробитие альфа вот бы ему еще 65 градусов углу вертикальной наводки что прям за дома закидывал как америка было бы вообще огонь но по ощущениям долго немного сводится поэтому ребят артоводы кто играет я не артоводу даже покажу сколько боев в целом у меня на ней статистики ну-ка сейчас у меня будут еще артоводом обзывать так 7 боев 7 боев на это арте все больше нет так что индомита не артовод пишите свои комментарии а как вам это арта у кого она есть я так понимаю на десятом уровне все артоводы все-таки нахваливают советскую арту 261 но я вижу в боях часто и вот эта штука и ездит значит нравится по оборудованию возможно с умп они с вентилятором пишите как лучше на ваш взгляд конечно же прожимаете лайк под видео и подписывайтесь на канал если вы до сих пор это не сделали а я с вами прощаюсь до скорых встреч новых обзоров пока пока подержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре